Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Наша Республика. Главная тема». Сегодня вы узнаете новые подробности о работе общественного транспорта. А для этого мы с вами побываем на Чебоксарском пассажирском автотранспортном предприятии и в Чебоксарском троллейбусном управлении. Ну а вначале ненадолго заглянем вместе с Михаилом Игнатьевым, временно исполняющим обязанности главы Чувашии, в Международный аэропорт Чебоксары. Сегодня из воздушной гавани столицы Чувашии можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару и Турецкую Анталию. Авиаперевозки осуществляют пять компаний. Число рейсов и количество людей, отдающих предпочтение самому быстрому виду транспорта, с 2011 года неуклонно растет. Исполняющий обязанности директора Чебоксарского аэропорта Юрий Никитин привел такие цифры. В прошлом году отправлено и принято 3803 рейса. Перевезено более 58 тысяч пассажиров. Но для повышения рентабельности этот показатель надо увеличить почти вдвое. Добиться этого можно за счет расширения географии полетов и качества предоставления услуг. Частенько приходится лететь? Почти каждую неделю. Привет, Судь. Каждую неделю? Рейсы как там? С опозданием, без опоздания? В основном регулярно все хорошо. Не жалуемся. Настроение не портят? Нет, все хорошо. Сервисы есть. Хорошо и сделали каждый день, ежедневно. Можно в любой момент по работе. Первая задача наша, чтобы вот эти рейсы не опаздывали. Татьяна Журавлева из Хабаровска довольна не только полетом, но и знакомством с исторической родиной. Не боится летать? А вы по сальвенту? Вот эти мы на родине. В гостях у вас. В гостях, да? В тракте с Хабаровска. С Хабаровска? Да. Ух ты, из какого-то далекого края. Приезжали. Понравилось здесь? Да. В Киллзихово ездили, в деревню, в Чувашскую, в Маргарушскую. Ага. У вас деревня развивается? У вас хорошо развивается. Вот у нас не такие деревни, уж честно сказать. У вас и газ, и асфальт. То есть, ну правда, регион, вот контраст сразу виден. И тут Михаил Игнатьев раскрыл небольшой секрет. Вот мы в дальнейшем хотим развивать агротуризм. Мы строим сейчас в Чебоксарах, в парке 500-летие, проект этнические Чувашии. А сейчас иностранцы к нам приезжают. В сельской местности все условия есть. По крайней мере, они хотят пожить. Есть дома. Хорошая еда. Качественная. И с этой точки зрения, им нравится. То есть, у вас, знаете что, вам действительно плюс 100 баллов. Вы сохранили язык. То есть, для нас это интересно. Культура, костюмы национальные. Этот проект имеет большую перспективу. Конечно же, понадобятся и дополнительные авиарейсы, и новые маршруты. Вы летаете? Нет. Я здесь встречаю. Мы регистрация, как стоило на один. Начинаем с поставкой в самолет на рейс. Этишками, тем более, в определенной степени все равно, как бы, проблемы же есть. Вот хотим дальше развивать. Сейчас вот шесть направлений мы открыли. С каждым годом какие-то направления открываем. Мелочь, а приятно. Только что приобретен новый автомобиль для перевозки багажа. Отечественный. Тенденция у нас очень хорошая. В 2012 году, по сравнению с 2019 годом, посреди поток увеличился в два раза. А ведь в 2011 году аэропорт пришлось спасать. Акционерное общество авиалинии «Чуваши» довели его до банкротства. Правительство выкупило аэровокзальный комплекс и взлетную полосу. Мы аэропортовое хозяйство в целом содержим сейчас за счет бюджета республики. Почему мы это делаем? Правильно вы сказали, мы через конкурсное производство выкупили конкурсную массу за счет республиканского бюджета, с одной единственной целью, чтобы у нас аэропорт в городе Чебоксары не закрывался. Почему мы это делаем? Потому что на сегодняшний день это влияет на инвестиционную привлекательность целом Чувашской республики. Конечно, в таком виде мы оставаться и сохранять не можем. В принципе, реконструкцию делаем, это недостаточно. Что нужно для этого делать? В бюджете, конечно, мы столько денег не выделим. Надо будет привлекать частные инвестиции, дальше, привлекая инвестиции, построить новые здания. По полосе могу я ответственно подчеркнуть 2519 метров длина полосы. Там практически 47 сантиметров толщина. Там асфальт и бетон, бетонные покрытия. И полоса позволяет принимать любые борта. Ил-76, Ил-86 и все другие борта, которые летают. Одноразово, в первое проведение международного спортивного форума в октябре прошлого года, мы здесь приняли почти 25 лайнеров. Наша задача дойти к цифре 100 тысяч пассажиров. Тогда наиболее окупаемая среда будет данным аэропорту. Полет в небе знакомого нам теперь самолета мы наблюдаем уже в Чебоксарском пассажирском автотранспортном предприятии. Михаила Игнатьева встречают генеральный директор Чуваша автотранса Евгений Мореплавцев и директор ПТП Анатолий Димитриев. И сразу разговор о деле. По прошлому году, в принципе, мы впервые за многие-многие годы вышли в прибыль, 11 миллионов у нас. Всего, значит, 18 у нас было получено в 13-м году, нет, в 13-м году. Сейчас 5 уже в наличии, до конца июля получим еще 8. И сейчас объявляем конкурс, еще получаем на 1. Автотранспортное предприятие получило 5 новеньких автобусов, работающих на газомоторном топливе по целевой федеральной программе обновления подвижного состава. Поспособствовал этому Михаил Игнатьев. А потому именно его попросили выполнить почетную миссию вручить ключи от машин Павловского автозавода лучшим водителям. Ну что, вы счастливчики, да? Получаете новые автобусы? Приветствую. Ну что, торжественное мероприятие? Какое нам у 140-го? Зеленый. Как зовут? Михаил. Михаил, давай, работай. На благо пассажиров, на благо жителей Чувашии, это очень важно. Еще девушки у нас, Михаил Исанович. А посмотрите, в них были не дадите. Девушка? Так же вот. Николай Анастасия Юрьевна. Анастасия Юрьевна, рад видеть вас. Поздравляю. Спасибо большое. Вручаем ключи. Вы сколько лет уже? Год с лишним. Год с лишним? И новый автобус доверили? Да. Это редкий случай. Это по блату или как? Нет. Только по работе. Да, как работает человек? Спасибо большое. Удачи, побольше пассажиров. Сколько сейчас автобус обошлись? 3200. 3200. Ну, самая минимальная цена, которая была 10-я. Представители. Что, добрый день? Яков Сергей. Откуда? Яшкалинская ПТП. Яшкалинская? Да? А что сюда перебрались? Развалились там. А-а-а. Там теперь все, часть. Государственного общения осталось, да? Нет. Сотрясано. Это, конечно, оттуда порода времени. Потом придется создавать. Ибо власть, когда не занимается перевозкой пассажиров, это ситуации разные могут возникать. Ну что, я рад, что вы на новом автобусе. Что в соседней республике приехали, когда на работу мы это приветствуем. Так что пожелаем успехов. Михаил Игнатьев не отказался от предложения прокатиться на новом автобусе. Вот, говорим, импортозамещение, да? И зачем нам импортные автобусы, когда свои можем делать, правда? Видимость очень хорошая. Теперь в ПТП из 276 единиц техники 42 автобуса работают на природном газе. Каждый дает экономию 400 тысяч рублей в год. Ведь компримированное топливо втрое дешевле солярки. К тому же не наносит вреда экологии. Хороший автобус. Можно ездить. У нас погибли не хватает. Принимаем коллектив. С удовольствием. Зрителей оказалось немало, ведь подходило время начала конкурса профессионального мастерства среди водителей, которые на Чебоксарском ПТП проводятся регулярно. Есть и те, кто выезжает на российские соревнования. Это Вячеслав Краснов и Анатолий Иванов. Они-то и начали беседу с Михаилом Игнатьевым о проблемах, касающихся пассажироперевозок. Мы же льготников возим, поэтому помощь чуть-чуть нужна. Выпадающие доходы предприятия Чуваши Автотранс как компенсировали, так и будем компенсировать. Ну, я вижу, помощь есть. Вот автобусы сейчас газовые, они намного экономнее, конечно. Вот мы в этом году сейчас еще почти 28 миллионов рублей получим. Решение буквально принято на днях представителям правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. С учетом софинансирования эти средства, финансовые средства, более чем 30 миллионов рублей мы еще софинансировали, должны обеспечить. Будем выделять для того, чтобы издержки производства сокращались, стоимость билета оставалась, и за счет этого хотя бы увеличит вам уровень заработной платы. Одна из проблем сегодня – это конкуренция с частными перевозчиками, работающими на небольших маршрутных автобусах. Водитель Егор Кенюх считает. Наша задача – подъехать максимально близко к бордюру, чтобы люди могли выйти, зайти спокойно, потому что у нас ездят инвалиды, и с палочкой, и бабушки ездят. В час пик просто невозможно бывает подъехать. Приходится не то, что полметра, иногда приходится на второй полосе даже останавливаться, из-за того, что не подъедешь к маршруткам. Одно дело – они стоят, подъехали, высадили, поехали, а бывает они подъедут и стоят, и набирают народ. В основном маршруты разобрали, где сливки они снимают, где пассажиры будут высокие. Все сливки они забирают, все деньги они. Вот комплексно надо было смотреть тогда, когда первый раз лицензии давали. Мы сейчас кое-кого лишили с точки зрения безопасности, соблюдения правил дорожного движения. Дальше мы на эти вопросы очень внимательно будем смотреть. Пока шла подготовка к первому старту, Михаил Игнатьев осмотрел ремонтные цеха предприятий. Автобус должен быть всегда исправен. За этим налажен строжайший контроль. Как внутри предприятия, так и на линии. Все 276 автобусов на 162 маршрутах находятся под постоянным контролем спутниковой системы ГЛОНАСС. ГЛОНАСС позволяет оперативно управлять подвижным составом в любое время суток. Для осуществления мер транспортной безопасности используются камеры видеонаблюдения, как внутри предприятия, так и на двух подведомственных автостанциях. Но, а поддерживать себя в хорошей физической форме, вовремя снимать нервную усталость, помогает тренажерный зал. В конкурсе профмастерства участвовало 12 водителей. Первой стартовала Ирина Федорова. Она во второй партии пришла сюда. Где-то нам уже лет 6. 5-6 лет. Справилась. Поехала. Вы поднимаете свое мастерство. Я полагаю, что вы на конкурсе станете победить. Но победили опыт и мужская сила. Первое место занял Вячеслав Краснов. Федорова стала шестой. Тоже неплохо. За последние три года Чебоксарское троллейбусное управление пополнило свой парк на 12 новеньких машин. Они комфортнее своих предшественников, надежны в эксплуатации. Но и этот ветеран, который бегал по Чебоксарским улицам 5 десятков лет назад, кажется, может послужить и сегодня. Умеет в управление обращаться с техникой. Если надо, капитально отремонтируют, будет как новенькое. Вот, к примеру, как этот троллейбус. Полностью разобрали, заменили изношенные детали и заново собрали. Маляру Олевтини Сидоровой остается нанести последние мазки краской. Сами на троллейбус ездите или на автобусе? На троллейбусе. На троллейбусе. По какому маршруту в основном ездите? Я первый. Поздороваюсь, я с вами. А вот столько человек работает в комплексной бригаде, которая занимается ремонтом машин. Александр Коныгин, директор Чебоксарского троллейбусного управления, может только ими гордиться. Это участок плановых ремонтов, троллейбусные ремонтные мастерские, электрики, сварщики, механики, перегонщики, маляры и так далее. Вот это комплексная бригада, которая работает на ремонт одного троллейбуса. Кузовщики, и так, может, кого-то не назвал, мащики, заготовщики. Вот это вся категория. 12 машин в месяц делаем. База хорошая. Конечно, разбирайте полностью авто, троллейбусы, потом еще собирайте. То есть это здорово, это дорого стоит. Если бы сейчас ремонты производили бы на других площадках, у других бизнесменов, конечно, намного бы дороже все это выливало. Намного. Конечно. Михаил Игнатьев предложил проехать по первому троллейбусному маршруту. Всего их в Чебоксарах 19. Ежедневно на линию выходит 204 троллейбуса. У пассажиров, с которыми побеседовал временно исполняющий обязанности главы Чувашии, претензий к работе электрического транспорта нет. К слову, надо заметить, троллейбус – социально значимый вид транспорта. Его услугами пользуются 83% льготных категорий граждан. В основном – люди пожилого возраста. А потому речь зашла о росте цен на лекарства и тарифах на коммунальные услуги. Но, кажется, Михаил Игнатьев сумел дать исчерпывающие ответы. Очень приятно было. Ну что, до следующей встречи. Спасибо. А вот как были оценены профессиональные качества водителя Ирины Илугины. Хорошо трогаетесь. Быстро ездим. Для пассажиров не создаете проблем. Сейчас у нас хорошие остановки, длинные. Светофоры у нас хорошие, хорошо их видно. И даже в солнечный день раньше светофоры не видно было. Дороги хорошие. Нам хочется пожелать хорошей такой эффективной работы. До свидания. Надо ехать, график соблюдать. Поездка с Михаилом Игнатьевым в одном троллейбусе для пассажиров оказалась и познавательной, и результативной. У вас вопрос, да? У нас на Гастелло есть такая забегаловка, «Три поросенка» называется. Ну там на самом деле все поросята, алкоголики, собираются. Очень много детей, и все мимо ходят, и вообще некрасиво это. Постоянно шум, гам, драки. Это вы правильный вопрос задаете. Это уже должно быть влияние со стороны органов власти. А вот и глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков пришел для того, чтобы по горячим следам обсудить и исправить недочеты, высказанные работниками автотранспортных предприятий и пассажирами. Гастелло, так. 1,72. 1,72. Жалобы на забегаловку на бар «Три поросенка». Напиваются, говорит? Шумят. Поэтому если они лицензии получали, мы через Минник давай закроем. Ну, прошу, с выездом на место перепроверить. Ситуация с маршрутками на остановке, о чем говорили водители автобусов и троллейбусов, подтвердилась полностью. Да, нарушений совершаются, но ведь машин так много, что они просто не умещаются в остановочном кармане. Надо подумать, как разрулить ситуацию. Мнение маршрутчиков тоже будет взято в расчет. Впрочем, даже недолгое присутствие руководителя республики и городоначальников возымело действие. Порядка стало больше. Если вы сейчас как бы стали пассажиром общественного транспорта, что-то такое вам это дало? С какой целью это мы делаем? Для того, чтобы понимать, как наши перевозчики работают, насколько они создают комфортную стоимость для пассажиров, которые ездят на общественном транспорте, как общаются кондукторы, как обращаются водители. Это важно очень. А то, что я проехал, но потратил несколько минут времени, но за то, сколько много получил информацию, это надо практиковать. Я задачиваю и городские власти для того, чтобы они в своей реальной работе использовали и эти методы, и эти инструменты. Это полезно. Мы смотрели программу «Наша республика. Главная тема». В очередном выпуске расскажем о жилищном строительстве. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин